Привет, меня зовут Николай, и я один из создателей проекта «Читай быстро», в рамках которого мы стараемся понять, что же такое быстрое и осознанное чтение. Иногда мне в руки попадаются книги, которые оставляют неизгладимый след, и мыслями из которых хочется поделиться как можно с большим количеством людей, то есть со всеми вами. Так и родился этот формат «10 фактов, 3 задачи» из интересной книги. Сегодня у нас в гостях Джефф Сазерленд, с которым мы попробуем погрузиться с вами в чарующий мир скрама, аджайла, канбана и прочих пока непонятных слов. Собственно, сам Джефф, некогда действующий программист, а до этого военный летчик с более чем 100 боевыми вылетами во Вьетнаме, и является автором аджайл-манифеста, а также скрама, методики, которая вот уже несколько лет пленила умы сначала разработчиков в IT-секторе, а потом начала перекочевывать во все остальные, где имеет место быть два фактора. Первое – это непрерывный цикл разработки продукта, и второе – большое количество участников этого самого процесса разработки. Да, наивно полагать, что скрам – это что-то про компьютеры или про интернет. Если вы строите дом, если готовите к открытию ферму или теплицу, пытаетесь наладить линию по производству платьев, может быть, хотите делать сувениры или кожаные кошельки, ну или просто сели с семьей, собрать пазл на 10 тысяч элементов. Во всем этом вам как раз должен, по мнению Джеффа Сазерленда, и помочь скрам. Сейчас мы постараемся быстро во всем этом разобраться, и также разберемся в том, стоит ли вам вообще тратить время на эту книгу. Вместе с обзором книги я обычно открываю бутылку хорошего вина. Кто слушает этот подкаст, не первый раз знает, что должен раздастся звук наливающегося вина. Но какое может быть вино 2 января, когда только самые сильные, наверное, могут вырваться из мандаринового плена, чтобы послушать этот подкаст? Вино 2 января может быть только вот такое. Ай-яй-яй! О! Игристое, с Новым Годом! Причин для Игристого две. Первое. Собственно, Новый 2020. Побольше всем нам в этом самом Новом Году хороших книг. А второе, это то, что вы сейчас слушаете 49-й обзор в рамках 10 фактов 3 задачи. Если этой бутылочки Асти Мартини хватит еще на юбилейный 50-й, которая будет сразу идти следом, я буду счастлив. И на этом, пожалуй, с Игристым мы закончим, потому что это все очень сильно на любителя. Вернемся к Джеффу Сазерленду и скраму. Джефф утверждает, что именно он изобрел методику реализации проектов, которая называется, собственно, скрам, и она лишена, ее основное преимущество в том, что она лишена недостатков классического управления. Так ли это на самом деле? Давайте попробуем разобраться. Само слово скрам, это не сокращение, как многие полагают, не аббревиатура, а это спортивный термин, который употребляется в игре регби и подразумевает схватку или борьбу за мяч. При этом понятие означает слаженные командные действия, направленные именно на захват мяча. В скраме, в регбийском скраме, каждый игрок в момент выполняет свои определенные функции для достижения единой цели. Суть методики скрама в бизнесе заключается как раз в командной работе всех участников процесса для выполнения этой конкретной задачи. Иными словами, скрам это фреймворк, как это модно говорить сейчас, фреймворк это такой набор базовых элементов, правил и этапов. Твоего рода каркас, на котором строится процесс разработки. Так вот, скрам это фреймворк, который помогает решить изменяющиеся в процессе работы задачи, чтобы продуктивно и, в общем-то, творчески поставлять клиентам, а главное, непрерывно продукты с максимальной возможной ценностью. У скрама есть несколько обязательных этапов, есть бэклог, в который складываются все идеи, есть приоритизация, это встреча заказчиков с исполнителями и обговаривание того, какие именно задачи берутся в текущий спринт. Есть, собственно, спринт и этот период, когда разработчики ни на что не отвлекаются и выполняют задачи из бэклога, приоритизированной, и ретроспектива, когда все встречаются, выдыхают и обсуждают, что было не так. Чаще всего, когда упоминается термин скрама, вместе с ним упоминаются еще два термина. Это канбан и аджайл-разработка. Значит, канбан это, в общем-то, одна из разновидностей или, может быть, правильнее будет сказать, составляющих частей скрама. Это метод управления разработкой, основная задача которого реализовать задачу точно в срок. Канбан это вообще, по-моему, с японского еще и с ошибкой перевели, он назывался Камбан. Это была такая доска, ее впервые использовали в Тойоте, на которую мастера на разных участках, кажется, в 62-м году еще, по-моему, на разных участках производства вывешивали те задачи, с которыми они работают и какой они объем поставят. Это позволяло остальным участникам процесса видеть, с какой скоростью работают соседние участки и планировать наперед объемы выпускаемой продукции. То есть они видели, что делается на предыдущем этапе, что от них ждут на следующем и в какие сроки и поэтому могли подгонять свою работу тоже. Так вот, Канбан это такой метод управления, задача которого реализовать необходимый функционал точно в срок. Канбан очень прозрачный, мы об этом еще поговорим. В общем-то, основная его задача в том, чтобы все участники процесса понимали, что происходит. Ну и Канбан и скрам он входит в так называемый agile манифест. Agile это вообще обобщающий термин для большого ряда практик так называемого гибкого гибкой разработки. То есть и Канбан и скрам это одни из разновидностей agile. файла. Вот так, если очень быстро в двух словах, надеюсь, будет понятно. В общем, задача скрама избежать недостатков классического способа управления проектами. А что же такое этот классический способ? Значит, по мнению Сазерленда, классическая каскадная модель, при использовании которой все участники занимаются поэтапным выполнением пунктов, она является малоэффективной. Мы на одном из слайдов еще поговорим, как это происходит обычно в айтишной разработке, ну и я думаю, что это не сильно отличается от любых других способов разработки или создания продукта. Значит, важный момент, Сазерленд говорит, что перестаньте ориентироваться на отчеты и смотрите на фактические показатели в данный момент времени. Получается так, что скрам, как и канбан, как и любые другие agile методики или методики гибкой разработки, они нацелены на то, чтобы вы минимизировали риски путем сведения разработки из вот этого длинного периода к серии коротких циклов, называемых итерациями. Обычно эта итерация, она же называется спринтом, она длится 2-3 недели. Каждая итерация, это очень важный момент, она сама по себе выглядит как программный проект в миниатюре и включает все задачи мини-проекта по разработке. Это планирование, это анализ требований, это проектирование, это собственно само программирование, тестирование и документирование, самое главное. то есть одна из основных недостатков классического способа разработки заключалась в том, что все делают все и при этом никто ни за что не отвечает глобально. То есть есть там лид у разработчиков, который берет на себя ответственность, но при этом если сроки будут сорваны, ничего страшного в общем-то не случится, перенесем. скрам говорит перестаньте это делать, разбивайте все задачи на маленькие подзадачи, ешьте слона по кусочкам и указывайте четкие сроки, в которые должна быть реализована та или иная задача. Передвигать сроки нельзя, переносить нельзя, дополнять функционал нельзя, каждая задача это мини-проект, который должен быть закрыт в рамках вот этого спринта и самое важное у него должны быть вот эти все этапы присущие обычному проекту планирование, анализ, проектирование, тестирование и документирование. Собственно, краткосрочные планы есть одна из основ скрам методики. Небольшие циклы, в которых выполняются те или иные задачи. Участники собираются в группу, они оценивают какое количество работы смогут сдать за короткое время, ну, как правило, бывают там спринты чуть ли не ежедневные, но классические спринты это двухнедельные по-моему используются и вот разработчики с одной стороны и заказчики с другой стороны выбирают какое количество задач и какие самые главные задачи они хотят взять в этот двухнедельный спринт и не будут больше заниматься ничем, а будут заниматься только разработкой этой задачи согласно вот тому вот предыдущему слайду с присущими всеми этапами визуально это выглядит как вот на этом слайде записанные на стикеры вот это изображение это и есть в общем-то прообраз канбана такого доски, на которой на стикерах записываются определенные задачи они записываются в трех секциях запланировано делается и сделано и по готовности у разных команд которые задействованы в скраме сравнивается фактически выполненное количество такой способ позволяет эффективно управлять временем и самое главное он управляет от спринта к спринту улучшать показатели тех или иных команд очень важный момент в том, что мы еще будем говорить об этом на следующем слайде или даже через один в общем важно, что скрам это командная работа это не классический метод разработки где все делают все но никто ни за что не отвечает здесь провал спринта это провал всей команды успех спринта это успех всей команды а не какого-то отдельно взятого разработчика программиста или человека который выпускает продукт для этого нужно быть эффективными и отвечать трем основным характеристикам этого самого эффективного коллектива команда постоянно стремится к улучшению показателей то есть это непрерывное совершенствование сотрудники сами контролируют свою работу отвечают за качество и сроки это сама организация внутри спринта вот этого двухнедельного забега и взаимопомощь это способность взаимодействовать внутри коллектива общаться замещать других и в общем-то брать какой-то кусок работы на себя если вы видите что что-то пошло не так и вам нужно перестроить внутри спринта производственный процесс то есть это такая достаточно гибкая живая структура в которой каждый из элементов этой структуры отвечает за общий успех в принципе я как человек который немножечко в этой модели поработал я еще считаю что скрам очень хорошо решает вопрос взаимодействия между заказчиком и исполнителем ну вот давайте попробуем разобрать на быстром примере есть отдел маркетинга в компании которому нужно внедрить какую-то новую акционную механику на сайте по классической модели разработки заказчик вот тот самый маркетолог которому нужна эта механика он бы описал задачу и отдал ее с помощью какого-нибудь таск-менеджера на лида разработчиков то есть на того с кем коммуницируют маркетологи дальше в хорошем случае если команда небольшая этот лид бы сам сел пилить но чаще всего разработчики собрались бы и отгрузили эту акционную механику тому кто сейчас не занят Сережа ты свободен? да я свободен ну все пили для маркетолога возможность перечеркивать цены Сережа пошел пилить он почитал ТЗ подумал что а вот тут было бы лучше а вот здесь бы может было бы вот так переделать завязав задачи сорвал сроки маркетологи ходят к программистам спрашивают когда когда лид программистов теребит Сережу говорит ну что там что он говорит я хотел как лучше но я что-то ничего не успеваю задача оказалась сложнее чем я думал я ее вот в процессе тут начал изучать в следующем году закончим и это еще не все маркетологи в это время накидывают еще штук 10-15 задач каждая третья из которой гораздо более важная чем уже никому не нужная акционная механика там или отвалились или корзина отвалилась или нужно срочно сделать как у конкурентов какой-то функционал или или вот акцию запустить Сережу начинают дергать и говорить давай ты механику по акциям потом доделаешь а сейчас вот срочно нужно функционал добавления в корзину чинить и Сережа чинит матерится но чинит задачи растут пропорционально седым волосам у Сережи счастье не предвидится приходит скрам-мастер человек который в общем-то работает по скрам-методологии и может организовывать и заказчиков и исполнителей и если очень схематично то собирает маркетологов с разработчиками и говорит первое в бэклог соберем все чего вы можете хотеть в ближайший месяц полгода год любые задачи описывайте по возможности дробите их максимально подробно дальше оценивается это все в человеко-часах например у нас там есть в месяц 100 человеко-часов акционная механика съедает 50 если она вам очень нужна остается еще 50 вы можете добрать какими-то дополнительными задачами можете оставить их в резерве на случай там срочной какой-то штуки в скраме могут быть могут выделяться до 20% времени на вот эти всякие непредвиденные штуки которые не укладываются в спринт если аврал если что-то пошло не так потом выбранные задачи они заходят в спринт и это вот тот временной промежуток в который команда разработчиков занимается только теми задачами которые были определены определены их зона ответственности выйти из спринта с готовым результатом сроки переносить нельзя отказываться нельзя функционал изменять дополнять расширять нельзя результат спринта это готовый рабочий согласно описанной смарт-задачи продукт или часть функционала которая займет там свой кусочек будут допиливаться дополнительные дополнительные куски и выйдет в итоге полностью готовый уже продукт результаты спринта всегда обсуждаются на ретроспективе это такая коллективная рефлексия и после нее снова приоритизация планирование оценка спринт и погнали в итоге задачи разбиваются на много мелких четко описываются и реализовываются в рамках четко обозначенного временного промежутка все в общем-то в результате счастливы особенно Сережа Сережа счастлив еще и потому что он является частью многофункциональной команды как отряд спецназа в котором каждый специалист обладает своей сферой полномочий но при этом может заменить другого в случае непредвиденной ситуации вот так и у вас сотрудники которые работают по скраму они должны быть компетентны в нескольких сферах разносторонне развитые чтобы их можно было задействовать для более широкого спектра задач это вынуждает людей которые с низкими скиллами с низким уровнем каких-то знаний подтягиваться до более высоких потому что как мы уже говорили это коллективная ответственность и тут еще и будет небольшой эффект дедовщины в том смысле что те люди которые гораздо более прокачаны они устанут тянуть на себе тех кто работает на тяп-ляп поскольку это все-таки коллективная ответственность и заставят их учиться и работать чуточку лучше для того чтобы многофункциональная команда работала эффективно нужно знать о законе Брукса он очень простой согласно этому закону численность команды не должна превышать 7 человек скрам очень хорошо улучшает эффективность больших команд где было больше 10 там 15 20 разработчиков и они работали вот этим потоковым методом кто за что успел схватиться эффективность команды с большим числом участников снижается думаю мы все с этим согласны спорить не будем и что самое смешное что если вы чаще всего будет такая ситуация лид программистов там разработчиков будет к вам приходить и говорить мы не успеваем добавьте нам пожалуйста еще парочку человек так вот эта парочка человек их только замедлит потому что если они работают не по скраму потому что им нужно будет войти в курс дела их нужно будет обучить и они потом точно так же застрянут в рутине и не будут настроены на выпуск конкретно измеряемого кусочка продукта или целого продукта в конкретно измеряемый период времени для того чтобы иметь возможность уделять внимание каждому сотруднику и анализировать работу каждого и мотивировать каждого вам нужно работать не больше чем с семью количествами человек и это в общем-то закон Брукса справедлив он не только для разработки и не только для скрама а вообще для любых коллективов если вы взаимодействуете каждый день в рутине больше чем с 8-10 людьми я это по себе заметил ваша эффективность резко снижается поэтому дробите на маленькие команды и дальше уже общайтесь с представителями команды если у вас их несколько ну мультизадачность это наша любимая бич 2019 2020 годов нужно делать все и сразу как молодой человек на этом слайде нужно играть во все игрушки одновременно но физиологическая особенность человека заключается в том что мы способны хорошо концентрироваться только на одном каком-то действии поэтому откажитесь от желания добавить число проектов вот загрузить на Сережу еще две задачи пока он пилит эту одну потому что вам срочно нужно и нужно было бы это делать как можно быстрее если добавлять количество проектов сроки их выполнения будут равны тому если бы сотрудник выполнял их поочередно и при этом качество работы ухудшается а метод Сезерленда как раз вот этот скрам он предполагает последовательное выполнение планов при том что в эти планы никто не вмешивается Сережа никто не дергает он идет по четко обозначенному спринту и в состоянии потоком может им этим самым потоком управлять максимально эффективно особенно через несколько итераций когда он уже войдет в привычный ритм поток по Сезерленду это состояние наивысшей концентрации на задаче которую человек выполняет затрачивая минимальное количество усилий достигается этот эффект путем постоянной практики в первый раз спринт вызовет удивительное ощущение у ваших разработчиков во второй третий раз это будет сопротивление и желание внести изменения чтобы им было удобнее но если вы это все выдержите то и проявите самодисциплину и дисциплину в команде то после этого состояние потока это будет неотъемлемая часть вашего внутреннего гармоничного состояния состояния на пути к счастью это такое философское отступление Сезерленда в книге про революционное управление проектами много где за эти 49 обзоров мы слышали о том что человек рожден для счастья и Сезерленд говорит что по его мнению счастье это активная жизненная позиция поскольку методика способствует продуктивности в работе значит она способствует достижению целей гораздо более легче чем если бы вы их пытались достичь без крама и самореализации личности это же касается и коллективного бессознательного то есть тут мы говорим про индивидуальную какую-то особенность но это касается коллективного бессознательного при этом вот в коллективе очень важно что все не держится исключительно на показателях продуктивности или на каких-то там четко обозначенных кипять они должны быть обязательно для того чтобы у вас были объективные метрики но команда должна быть счастлива вот когда команда счастлива тогда она работает лучше когда отсутствует хаос команда счастлива когда постоянно систематически команда видит результат своей работы она счастлива когда команду никто не дергает она счастлива и когда команда прозрачно понимает какой из участников самый сильный какой тянет вниз кого нужно подтянуть и вообще что они похожи на отряд спецназа она счастлива на все эти вопросы собственно на пути к счастью и отвечает скрам ну и конечно же прозрачность это канбановская история пользуйтесь стикерами задачами этапами их выполнения на доске чтобы видел весь коллектив и чтобы все понимали кто над каким проектом сейчас работает на какой сложности этот проект или кусочек этого проекта и собственно прозрачность в сроках в оценке времени и в ценности внедрения они позволят вам сделать коллектив еще более слаженным вот такие быстрые 10 фактов из книги Сазерленда скрам революционный метод управления проектами если вы слушаете подкаст в первый раз то не знаете что вместе с фактами из каждой книги я обязательно записываю три задачи три задачи это такой сигнал мозгу который позволяет получить от каждой прочитанной книги максимум полезного то есть одно дело что вы просто узнали какую-то новую полезную информацию другое дело что вы пробуете применить ее на практике и ну одна вроде бы мало пять вроде бы много три это именно то что нужно записывать лучше всего это все и факты и задачи в букнот он специально для этого так придуман разлинован и подготовлен чтобы вы могли сначала выписать факты а потом на основе этих фактов сформировать три конкретные задачи букнот это читай быстро в общем-то разработали такой блокнот специально для осознанного чтения его можно купить можно выиграть можно можно ими не пользоваться можно в общем-то купить обычную тетрадку любой другой блокнот но самое главное из каждой книги выписывайте факты на основе этих фактов формируйте задачи. Если все-таки решите попользоваться букнотом, то у вас еще будет бонус, если посмотрите на этом слайде, третья слева фотография, то там внизу на каждой странице есть советы по скорочтению. 100 страниц, 100 разных советов, это поможет вам чуточку быстрее читать. Так вот, три основных задачи, которые я записал по результатам прочтения этой книги. Значит, всегда декомпозировать задачи, разбивая их на маленькие части, слона нужно есть по кусочкам. Второе. У каждого вида или этапа работы есть своя ценность и время реализации. Бэклог может быть резиновым, то есть то, куда я складываю идеи, а то, какое количество идей на момент времени будет реализовано, оно не резиновое, спринт не резиновый. Об этом нужно помнить при приоритизации задач. И, собственно, вот эта самая приоритизация, это моя самая большая зона ответственности, как заказчика перед разработчиками. Ну и третий пункт ретроспектива, как способ постоянного улучшения продукта и рефлексии команды, один из самых важных этапов. На ретроспективе можно высказать все, что не нравилось, на ретроспективе можно обняться и поплакать, а можно порадоваться тому, как текущий спринт на 20% прошел лучше, чем предыдущий, и дальше, 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 дальше. И самое важное, что я выделил себе красным, скрам это не про маркетологов и программистов, это не про IT-разработку. Скрам это прожизненные принципы, декомпозиции задач, маленьких шагов, маленьких шагов с четко обозначенными задачами на единицу времени и обязательным осознанием того, как ты прошел этот путь перед тем, как взять следующий кусочек задач. Вот что такое скрам, и в принципе, если вы в жизни сталкиваетесь с тем, что вам нужно двигаться чуточку быстрее, быть чуточку эффективней и при этом взаимодействовать с большим количеством людей, то книга думаю, будет вам полезна. Это был проект «Читай быстро», буква.инфо, это был бокал игристого стим по случаю нового года, 49-го выпуска и преддверие 50-го выпуска. Если захотите проверить скорость чечения, это можно чтение, это можно сделать у нас на сайте буква.инфо слыша рапид, там читайте тексты, отвечайте на вопросы, получайте сертификат со скоростью и что самое главное, осознанностью вашего чтения. Подписывайтесь на канал, мы тут регулярненько стараемся выпускаться, поэтому палец вверх, колокольчик, комментарий, палец на комментарий, сердечко, колокольчик, в общем, все то, зачем вы, как правило, приходите на YouTube. У нас есть блог по адресу буква.инфо слышь блог, там можно почитать про букноты, блокноты для осознанного чтения, про наши рабочие тетради, много разных полезных статей. Вот, кстати, сразу после этого обзора выйдет топ 50 книжных инстаграм-блогеров в 2019 году, если вам это интересно, ссылку, наверное, добавим или в подсказке, или в описании, то приходите тоже, посмотрите, кто там сейчас в инстаграме самый книжный из всех блогеров. Наш инстаграм, кстати, буква.инфо, мы там иногда разыгрываем букноты, иногда книги, иногда просто лайкаем ваши фоточки. Собственно, и все. Таким был 49-й выпуск проекта 10 фактов 3 задачи в рамках сайта читай быстро, скрам, революционный метод управления проектами, Джефф Сазерленд. Через неделю будет что-то новенькое. Читайте книги, слушайтесь маму. Хорошего вам дня. Пока.